Всем доброго времени суток, друзья и товарищи! С вами Рин. Мы снова находимся в Скайборне. И на сей раз перед нами стоит задача отыскать, по-моему, какие-то детали для того, чтобы доделать работу родителей Клареты. А именно машину под названием Прометей. Я тут залезла в список квестов. И, в общем, увидела, что нам нужно возвращаться в штаб сопротивления. По-моему, путь нам предстоит очень долгий. Если опять сейчас из всей этой пустыни проходить... В смысле, сначала через пустыню, потом через гору. Что-то мне кажется... Это может затянуться. Хотя, в принципе... Если мы особо не будем ни с кем драться... То и вернемся, я думаю, нормально. Так, а вот, собственно, куда возвращаться-то? Здесь мы были? Ну, здесь ничего интересного. О! А ты кто еще такой? Сехраль. Эльфийка? Хм. Вы пришли. Вот вам кое-что вкусненькое. Вифштекс жизни. А, спасибо, конечно, но... Это было как-то внезапно. Сехраль какая-то. Вообще непонятно, кто она. Че, зачем, откуда она нас знает. С уверенностью так сказала. Вы пришли. Как будто ждала нас там. Ну, ладно. Дали нам халяву вкусненькую. Да почему бы ей не воспользоваться? Так, подожди. А это она же стоит или кто? Это загадочная женщина смотрит голодными глазами. Хм. Судя по всему, это она же. Так, а мы что, заблудились? Вроде же я как-то правильно шла, нет? Сюда, сюда. Там нельзя пройти. А, мне, наверное, вот сюда надо было. Допустим. Подожди. Так это ж я вернулась, получается, к секретной мастерской. Тьфу ты. Ох, мне кажется, я сейчас заплутаю здесь. Так, хорошо. Значит, выходим мы вот отсюда. Тогда нам по-любому надо направо. Правильно мы пошли, нет? Вроде это эльфики я... А, нет, вот она стоит. А тогда куда нам идти-то? Я вижу путь только сюда. Но мы, судя по всему, кругами ходим. Возвращаемся на одно и то же место. Это странно. Смотрит голодными глазами. Может, надо было отдать ей этот бифштекс обратно? Так, ну подожди. Вот вышли мы отсюда. Внизу, получается, эльфика. Здесь идти некуда. Только вот если направо и если только вниз. Но вот сюда, это мы попадем обратно же к нашей мастерской. Да или нет? Ну да, посмотрите. Вот он, сундук. Что-то я запуталась. Подожди минутку. Я запуталась. Может, надо сожрать этот бифштекс, и тогда на нас не зайдет дозорение, я не знаю. Имущество. Так, где он у нас? Вот бифштекс жизни. Навсегда увеличивает максимальное здоровье на 100. Прям-таки и навсегда. Кому его отдать? Наверное, тому, у кого меньше всего здоровья. Сашке отдадим. Хотя, может быть, и не следовало этого делать. Куда же идти? Ага, может, вот сюда и надо было как раз. Да, по-моему, тут хотя бы что-то новенькое появилось. Ой, а это мы не в начало, кстати, пришли. Сундучок. Что у нас в сундучке? Луковица ловкости. Это интересно. Так, дальше куда? Сюда, скорее всего. Правильно я иду? Неправильно. Так, подожди. Направо. А здесь? Что есть? Может, сюда мне? Да, похоже, я правильно вышла. Тут сестра этого, Салева, находит. Джилли, что ты здесь делаешь? Вы все здесь. О, Салли, это ужасно. Пусть тряслась. Неборожденные. Они каким-то образом нашли базу и напали на нее. О-о-о-о. Серьезно. Что? Я прилетела сюда на корабле, но не смогла тебя найти. И теперь, теперь... Все на корабль. Быстро. Вот это дела, ребят. А что мы теперь делать-то будем? Так, подожди. Куда она ушла? Тут ничего нет. Нет, нам как раз таки сюда надо. Скорее всего. Потому что корабль уже здесь. Да. Так. Все в сборе. Мне кажется, что от них невозможно убежать. Да ладно тебе, Корвин. Все будет хорошо. Сашка, что скажешь? Что это такое? Я, видимо, корабль испугал. Стань к штурвалу, Клоретта. Ты самый лучший пилот из нас. Быстро. Да-да-да, сейчас. Слушайте. Он назвал меня самым лучшим пилотом? Хотя сам, в принципе, умеет управляться с кораблем. Это ж надо. Это станет для нас концом? Ничего для вас концом не станет. Давайте. Сейчас мы заведем эту штуковину и улетим отсюда. Сейчас все будет в порядке. Хотя, кого я обманываю. Беда, как известно, не приходит одна. Вдруг мы не сможем далеко улететь. Так, и прилетели мы в деревню Ньюар, получается. Так, хорошо. Где все остальные? Так, а наверх мы по-прежнему подняться не можем. Жалко. Я на всякий случай зайду сюда. Так, удостовериться. Что, где, чего и как. Ну ладно, здесь ничего интересного на самом деле нет. Надо выбираться. Ну, допустим, улететь-то мы улетели. Но раз Неборожденные нашли нашу базу, то теперь нам придется либо перебазироваться, что логично, либо я даже не знаю. Мне кажется, вообще нас легко могут вычислить по вот этому как раз воздушному кораблю. Но такую махину-то любой может заметить. Вон она какая большая. Так, что скажешь? Так, так, посмотрите, кто пожаловал на вечеринку. Сегодня играет генеральский рок. Интересная фраза. О-о-о. Нам придется с тобой бороться. Ну, давайте, ребята. В бой, значит, в бой. Почему мы с Сашки начинаем? У нее, по-моему, самые такие наименее эффектные способности, что ли. Ну, разве что ядовитый коголь. Слушай, она, по-моему, так неплохо жизнью сняла. Ну, давай тогда, Клоретта, применяй свой суперавтомат. Слушайте, да мы его сейчас добьем. Вообще, как-то легко получается. Все. Действительно, все. Ну, ладно. С этим расправились. Хорошо. Так, сундучок открыть можем. Вообще, конечно, не время сейчас думать о сундуках. Но четверка пик. Но мы можем, кажется, все-таки собрать всю колоду, если постараемся. Так, а сюда? А, видите, получается огонь все перекрыл. Нам ни сюда, ни туда нельзя. Ладно. Ситуация, конечно, опасная. Ой, вы только посмотрите. Они тут все просто подожгли нахрен. Нет. Подкрепление бунтовщикам. Уничтожить. Это мы сейчас еще посмотрим, кто кого уничтожит. Ну, серьезно. Вы что-то такие слабаки по сравнению. С нашими, вон, умениями. Ядобитый коготь, значит, хорошо действует. А как тебе напалом, дружище? Вы тут всех подожгли. Давайте и мы вас подожжем. В отместку. Так, ну или мне кажется, или этот даже посильнее будет. Дружище. Да, Корвина. А до Корвина-то что дело не доходит, а? Он у нас, видимо, исключительно как целитель будет использоваться. Хотя это несправедливо. У него тоже есть хорошие атаки. Сашка, Сашка, Сашка. Ты можешь еще раз? Нет, давай ты чок в глаз. Во. Может, мы ослепим его? Нет, не ослепили. Вот. А теперь Клоретта может свой автомат шлинить. Отлично. Попутно еще и золото собираем, и очки опыта. Вообще зашибись. Так. Тут у нас кто-то лежит. Мы можем ему помочь? Умирающий человек. Ооо, неужели уже ничем не поможешь? Они называли нас бунтовщиками. Почему? Бедные, бедные люди. Уж вы-то, наверное, те, кто жил в этой деревне, ни в чем не виноваты. А поплатились. Ну что, давай с тобой сражаться? Это начало новой эры. Мы больше не будем терпеть этих червей. Это мы, знаешь, еще посмотрим, кто кого терпеть не будет. Давай, Сашка, вперед. Да блин, опять придется ждать, что ли, пока она его использует? Почему так долго? Ну, с ядовитым когтем дела у нее получше обстоят, чем с обычной атакой. Действительно. Таинственная ассамбля. Ишь ты какой. Корвин, пускай в дело свое истощение. Все? Добили? Окей. Точно никого из этих людей мы уже спасти не сможем. Вот же, блин. Хорошо, сражаемся дальше. Музыка такая эпичная, прям, сразу. Одно дело, когда ты там с Ламией сражаешься. Это, конечно, тоже был бой неизвлеких. Или когда мы эту охранную систему пытались вырубить. Но там просто все было сложно. Ой, а этого добили быстро. А здесь уже прям действительно такой бой. Когда эти бунтовщики сражаются с неборожденными. Твоя победа бессмысленна. Тысячи таких же, как я, спустятся с небес, чтобы отомстить тебе. Ой, ладно. Так ли уж она бессмысленна? Так. Сюда мы пройти не можем. Наверное, нам надо вот туда. Только. Клоретта Спенсер. Ее кто-то позвал? Оу. Оу. Это же Дачан, да? Это Дачан прилетел. Точно. Сейчас скажет, как вы могли меня предать. Сейчас я... В общем, не знаю, что сделаю с твоим братом. Да, черт возьми, нам же еще Джейка спасать. Ты! Да, я. Благодаря вам я смог обнаружить не один, а целых два лагеря бунтовщиков. Вы превзошли все мои ожидания. За эту операцию я получил звание генерала. Что ты говоришь? Почему же ты не в золотых доспехах? Что он имеет в виду? Клоретта? Я не имею с ним ничего общего. Он еще пытается нас виноватой выставить, слышь. Правда не имеешь? Как только мы заключили сделку, я навела вас некоторые справки. Вы знаете, что уже заработали определенную репутацию в городе? Немного грубоватая снаружи, но трудолюбивая и добрая девушка, которая всегда старается помочь. Горячее сердце. Сделку. Я не выполняла свое обещание. Я ничего ему не сообщала. Тебе ничего не нужно было делать. Было очень просто отслеживать твой путь. Люди с радостью говорили о этой славной девушке, которая всем помогает. Да. Нас продолжают удивлять неожиданными поворотами. Хотя, может быть, это все можно было и предугадать. Может, ты отказалась от своей части сделки? Но я от своей не отказывался. Я человек слова. Своему брату принесли извинения и выпустили на свободу. Серьезно? Ну, хоть так. А я уже запереживала, что мы его подставили. Что теперь его казнят или там еще что-то. Я тебе ничего не должен. Да, и последнее. Лейтенант Шин. Эти граждане обвиняются в государственной измене. Твою-то мать! Все-таки подставил напоследок. Устраните их. А-а-а. Вот блин. Мне кажется, Клоретта их прям поступила глупо. Когда решила примкнуть к повстанцам. Ну. Блин. Ладно. Ах-ха-ха. Не бойтесь, повстанческие сволочи. Вы умрете от моей руки за свое благородное дело. Достойная смерть. О моей сегодняшней победе сложат баллады. Обойдешься. Так, значит Шин. А Шин это кто, подождите? Я не поняла, это вы парень или девушка? Что-то вроде на девушку похоже, да? Шин. Ну, как бы там ни было. Атака. Ну, попробуй атаковать. Хотя, по-моему, это было вообще... Тьфу. Капля в море. Мне кажется, этот или это Шин... Нет, все-таки это. Будет достойным противником. Салли, давай знаешь, что сделаем? Давай командную луку. Вот. Мне кажется, это сейчас очень важно, действительно. У-у-у-у. Мне кажется, Салли сейчас убьют. Корвин. С неборожденными солдатами, по идее, проще должно быть, чем с ней. Ты чего в глаз давай? Поэтому, наверное, сначала надо было их. Вывести из строя. Погреть немножко, ребята. Снижение магической защиты. Салли, салли, салли. Ну, давай атаку похоже. Просто. Черт! Салливан погиб. Нам вынесли Салливана. Так. Давайте-ка вернем его в строй, потому что... Ну, блин. Так. О регенерации она... Подожди. Оживляет? Не оживляет? Нет? Я запуталась немножечко. Так, ладно. Сейчас разберемся. Ядовитый коготь. Смерть. Так, хорошо. На одному противника меньше. Клоретта. Автомат. Отлично. Осталось только шин у нас. Клоретту вынесли. Да ладно. Подожди, Корвин, ты же умеешь... Я не знаю. Иннервирует. Снимает все отрицательные эффекты с одного союзника. Лечит. Регенерация. Регенерация это разве не восстановление? Нет? Так, ну в любом случае... У тебя есть корень жизни и... Я не знаю, кого мы оживим. Давай пока что Салливана. Все в порядке? Все в порядке. Давай, в глаз ей ткни этой дуре высокомерной. Салли, Салли. Теперь ты можешь атаковать. Но у него здоровье всего один, что... Так он сейчас опять погибнет. Нафиг. Давайте тогда Клоретту воскрешать. Зря мы что ли корни жизни подбирали во всяких сундучках. Ну и Сашка все равно атакует. Блин, она себя там что, здоровье восстановила что ли? Вы посмотрите, что она делает. Воодушевилась, сволочь. Вы прикиньте только, да? Мы ей тут стараемся, здоровье сносим, а она восстанавливается. Вот падла. Надо было напалму применять. Черт возьми! Какой-то сложный бой получается. В последних сериях уже действительно все как-то сложно стало. Ой, можно было истощение, кстати, применить. Может сработало бы. Вот я как-то привыкла, что все очень легко. А никто ведь не обещал, что всегда все будет легко. Ну-ка, что же сделать-то? Давай страстный удар. Пусть тебе, правда, время некоторое на это понадобится, но... Зато это будет эффективно. Так, ядовитый коготь. На это тоже понадобится время. А страстный удар-то был или нет? Чуть не поняла я. Ах! С этой игрой тоже не всегда все понятно. А, вот страстный удар наконец-то сработал. Что-то долго ты с Али. Ждали мы тебя, ждали. Черт, когда же она уже сдохнет? Посмотрите, живучая какая просто. Циклон. Это еще что за умение такое? Ого! Ого! Твою налево! Твою налево! Вы посмотрите, что она делает! Я в шоке! Блин! У нас еще Корвин и Сашка кровью истекают! Что делать-то, блин, с ними? И командного духа никакого. Блиииииин! Подготовка. Подготовка. Короче говоря, она опять там что-то как-то восстановилась, да? Ребят, мы это... Мы продули, короче. Мы продули. Второй проигранный бой в этой игре. Но... Нет, я не сдамся. Вы что? Мы будем дальше продолжать. Давай, значит, будем действовать как тогда. Сначала повыносим солдат, которые ее окружают, а потом уже будем непосредственно с шим бороться. Как-то она хоть одна останется. Так, Салли, давай не подведи, пожалуйста, не подведи. Давайте вот этого сначала вынесем. Корвин, твой выход. Ай, все равно не добили. Ну, попробуй атаковать просто, Сашка. Убили, не убили, не убили, но сейчас добьем. Вот так вот тебе. Нехороший человек. Даже не знаю, о чем сейчас говорить. Кларету убили! Опять! Опять! Ладно, успеем мы ее еще оживить, я надеюсь. Хотя, сколько мы там? Два корня жизни же потратили. О чем говорить? Такое напряжение сейчас действительно. Так и думаешь, как бы, что бы мне лучше подобрать, чем сейчас воспользоваться. Мне кажется, Шин сейчас разознится, что мы на него внимания не обращаем. И целенаправленно будет. Ну, давай еще раз командный дух. Он нам нужен. Молодец, Салли, отпарировал. Хотя, все, конечно, они не так рады знать. Да, это сложный бой. Ядовитый коготь или тычок в глаз? Вот что лучше? Даже не знаю. Давайте ткнем ей в ее красивые глазки. Чтоб знала. Опять она свое воодушевление применяет. Вот сволочь. Нам нужна Клорета и ее автомат. Корвин, сейчас ты мне ее оживишь. Есть. И ей же надо будет что-то для здоровья дать. Потому что... Потому что это пипец все делается. Вы сами видите. Отлично. У нас осталась одна Шин. Так, атакует Салли. Ну, хорошо, атакует. Клорета, Клорета, Клорета. Где у тебя что? Значит, смотрим, что есть. 50% здоровья восстанавливает. Это восстанавливает все здоровье. Давайте эликсир ей дадим. Ты нам нужна в целости и сохранности, девочка. Совершенство. Вы только посмотрите на это. Ребята, она себе там, походу, все восстановила. Просто все. Вы это видели? Я это видела, и я просто в офигении каком-то. Она, походу, реально там себе все восстановила. Вот падла. У Салливана, кстати, тоже здоровья мало. Может, дать и ничего не было. Долго, долго, долго. Она опять восстановилась у Родина. У Родина. Корвин, значит. Я уже не знаю. Мне уже кажется, что у них слишком мало приемов. У ребят. Что просто вот на противников такого уровня как-то маловато действительно того, что они умели. Вообще, по-моему, ей это никак не подействовало на нее. Давай страстный удар. Посмотрите, что она делает. Скотина. Она восстанавливается просто каждый раз. Боже, 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 боже. Тем временем уже почти полчаса серии прошло. А мы тут застряли. Ой, блин, Клорета же еще слабость может вызывать. Что-то я как-то профукиваю это ее умение. А мне кажется, следует им воспользоваться. Блин, Сашка, ты что, ослепить ее не можешь, что ли? Так. Ага, чистый разум и иннервацию мы ей, походу, сняли. Саля, давай мы тебя полечим. Вот. Тебе это нужно. Чтоб ты лучше сражался. О, сразу заулыбался такой, смотрите. Интересно, что он нам скажет потом, если мы выиграем все-таки этот бой. Скажет что-нибудь, типа, да ты предательница. Это из-за тебя все произошло. Он же должен понимать, что мы не специально. Да мы, в любом случае, мне кажется, Клоретта не стала бы никаких сведений выдавать этому дачану противному. Нет, вы посмотрите. Она живая, сволочь. Живучая. Вообще, по-моему, мы по ней бьем и... Пофиг. Просто абсолютно пофиг. Все то, что мы делаем. Как мышиная возня какая-то. Я вообще не представляю, что делать с ним. Командный дух у нас ухлает. Может, надо было выброс адреналина попробовать. О, мы ее отравили, кстати. Саля, а что ты еще умеешь? Страстный удар, насмешка. Кстати, давай насмешку попробуем. Коронное оружие. Хотя, я даже не знаю, чем оно нам вообще может помочь. Снайперский выстрел. Давай снайперский выстрел попробуем. Сейчас буду пробовать все. Подсветка цели. Вот тоже интересно, что это такое. Никогда еще не пробовала. Это мы сейчас ее делаем слабо и к тому, чтобы восстанавливать свои силы, да? Поистощаем ее все постепенно. Глядишь, и поддастся. Так. И не сможет восстанавливаться. Давай, я в глаз ей. Так, Флоретта, что ты еще умеешь? Вызвать слабость. Давайте, будем, значит, на это давить. Будем делать ее слабой, будем доводить ее до истощения. Вот, чтобы она не смогла нам сопротивляться. Вроде норм, так тактика. Блин, она опять свое воодушевление применяет, смолочь. Ах ты, падла ты, крылатая. Хотя нет, смотрите-ка, мы ей довольно много уже здоровья посносили. Блин, не атаку я хотела. Я хотела не атаку, ну ладно. Автомат. Есть. Хорошо. Корвин продал... Блин, истощения уже нет. Давай тогда магический барьер поставим. Окей. Салливан, 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 Салливан. Страстный удар. Мне все-таки хочется надеяться, что мы уже близко. К концу этого эпичного боя. Салливан. Смертельный удар. Так, она... Она убила... Нет, не убила никого. Вроде бы не убила, но у Корвина все критично. Корвин, 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 Корвин. Ой, смотрите, ребят, смотрите. Мне кажется, вот сейчас еще чуть-чуть, и мы действительно сможем с ней справиться. По-моему, чуть-чуть осталось. Как бы она сейчас, конечно... Есть! Есть, ребята! Ура! Мы ее добили! Мы добили эту падлу! Как я рада, черт побери! Наконец-то эту свершилось! Наконец-то, блин! Да, 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 уровни... Ой, кстати, мы дошагали до уровня Салливана. 15. У нас Сашка пока только на 14. Мы еще ленточку какую-то получили. Блин, интересно, что это за ленточка и нафиг она нам нужна? Ну что, девочка, мы тебя победили, признай это, что ты оказалась слабее нас. Нет, нет, нет! Как ты посмела вмешаться в мою стремительную карьеру? А вот так же, как ты посмела вмешаться сюда, в мирных граждан. В мирной деревне под названием Нюар. Запомни мои слова. Я тебе отомщу и получу повышение. Ага, посмотрим, посмотрим. Иди уже. Поплачь в уголке. Черт, мы крутые. Мы с ней справились. Однако Салливан выглядит невеселым все-таки. Мне кажется, он сейчас наедет на Клоретту. Давайте вернемся на корабль, пока она не привела подмогу. И я думаю, нам нужно поговорить. Вот, 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 вот. Вот, да-да-да. Ну, блин, неужели ты станешь меня упрекать? В чем? В том, что я не заметила слежку там у себя на хвосте, и что? Ой, красиво как. Плывем по небу. Казалось бы, все спокойно. Но нет. Под этим небом сейчас все как раз-таки очень неспокойно. Клоретта с таким виноватым видом стоит, молчит. Курвин, Курвин, короче, сбежал. Хочет сбежать, потому что тут атмосфера такая, видимо, напряженная. Эм, я пойду проверю автопилот. Да. Ну, ладно, оставь нас одних. И Сашка тоже. Хорошо, я пойду смотреть в иллюминатор. Я ее просто не заметила сначала, думала ее тут нет. Ты можешь так на меня не смотреть? Я пытаюсь тебя понять. Ты не увидишь ничего, кроме того, что я уже сказала. Этот датчан пытался в тюрьме заключить со мной сделку. Он хотел, чтобы я нашла красного призрака и бунтовщиков, и сообщила ему о них в обмен на свободу Джейка. Я все еще не уверена, что восстание может как-то исправить отношения между людьми и неборожденными. Но красный призрак, я хотела сказать ты. Единственный, кто попытался хоть что-то сделать для полупровок. Я никогда не понимала, как же им на самом деле плохо. Ты сделал для них что-то, что-то хорошее, дал им безопасное убежище. И теперь там руины из-за меня. Датчан выследил тебя, сведя на нет все твои добрые дела. Именно он поступил неправильно, а не ты. Если бы я хоть как-то могла это исправить, так и будет. Мы перегруппируемся и придумаем новый план. Неборожденные снова продемонстрировали свои звериные наклонности. Они должны быть остановлены. Вернее, их нужно остановить. Ладно. Выключаю зануду и иду дальше. Я думаю, нужно встретиться с твоим братом. Да, кстати, интересно, где теперь Джейк? Он, наверное, домой вернулся после того, как у вас владили. Нам нужно безопасное убежище, которое бы стало новой базой для моих людей. Это верно. Но где ты планируешь убежище это разместить? У нас дома, что ли, в мастерской? Ну, я не знаю даже. Может, в секретной мастерской, кстати говоря. Но они, наверное, еще будут обдумывать эти идеи. Не знаю. Сухой док и мастерские Спенсера. Да, мы вернулись домой. Походу, Салливан все-таки действительно неплохой персонаж. И я ему начинаю все больше симпатизировать. Посмотрим, как изменится к нему отношение Кларетты. Дом. Милый дом. Вот тут, получается, был механизм, который мы чинили. Ну, в смысле, там же какая-то деталь была от воздушного корабля Салливана, да? Коги, интересно, здесь... А, нет, Коги, кажется, на корабле остался. А вот и Джейк. Ну что, братец? Хоть я и считала тебя свиньей и придурком, но теперь, в общем, давай обнимемся и забудем старые обиды. Кларетта! И Корвин! Я вижу, с вами все в порядке! Джейк! Где вы пропадали? Ну, это длинная история. А потом мы победили лейтенанта Неборожденных и вернулись сюда. Акшин была лейтенантом. Клянусь небесами, Кларетта, ты умеешь попадать в неприятности. Ты мог бы просто рассказать мне о подпольщиках-повстанцах и помочь нам обоим избежать кучи неприятностей? Вот именно. Почему он просто ей не рассказал? Выдумал всю эту историю с замужеством там, с еще чем-то, с чертовщиной. Кошмар. О, Господи. Ты уверена, что мы не могли бы обсудить это на едине? Не обращайте на меня внимания, бедный Корвин. Такое ощущение, что ему нигде не рады. Везде свои какие-то разговоры, в которые он не хочет вмешиваться бедным. И на меня. А Сашке, похоже, норм. Вообще. Почему ты не рассказал мне о матери и отце? О, действительно, вот за это стоило бы его поругать. Знаешь, как тяжело было верить в то, что они когда-нибудь вернутся назад? Тебе тогда было всего шесть лет. Я не знал, как объяснить тебе, что они мертвы. А ты, можно подумать, был прям таким уж... Не знаю, настолько намного старше. Я думал, ты со временем поймешь это. Джейк, ты чуткий, как кирпич. Отличная характеристика. Впрочем, я не удивлена. Особенно после того, как ты решил, что выдать меня замуж за Саливана Честерфорда. Будет неплохой сделка. А вдруг они еще поженятся, кто знает. Ребята, с вами здесь гораздо веселее. Мы единственные, кто смог что-то сделать. Неборожденные арестовали и куда-то увезли всех полукровок. Полукровок посадили в тюрьму. Обычным людям повезло меньше. Неужели. Когда же эти палачи остановятся? Нет, они не остановятся. Нам их нужно остановить. Поэтому, что сами по себе они действительно не остановятся. Джейк, погляди на эти заметки. А еще нам надо Прометей как-то доделать. Машина Прометей? Это папина. Ага. Ты когда-нибудь слышал про эфирное топливо? Ты знаешь, на самом деле слышал. Я помню, когда я был маленький, мама и папа говорили о том, что нужно посетить Норденвальдский лес. Он занимает большую часть острова к югу от города. Норденвальдский лес? В этом названии есть что-то романтическое. Наивная Сашка, да. Вряд ли. Он прекрасно смотрится снаружи, но изнутри он кишит монстрами. Кстати, Норденвальдский. Норден, это же получается северный, да? Норд. А Вальд это, собственно, лес. Северный лес. Красиво звучит. Да, правильно. Вот почему я это запомнила. Довольно странное место для поиска топлива. Спасибо, Джейк. Мне просто было интересно. Просто интересно? Ты не собираешься закончить машину? Ах, твоя ухмылочка, Салли. Я бы хотела когда-нибудь. Но сейчас ведь это не так важно, правда? Когда дачан уничтожил наши подпулья. Напротив, сейчас это полезнее, чем когда-либо. Как так? Наша база уничтожена, но Джилл сказала, что Неборожденные захватили наших друзей полупровок. Значит, они все еще живы. Интересно, почему они тогда поперебивали простых людей, но оставили в живых полупровок? Вот, по-моему, это вообще нелогично. Ммм, если бы мы узнали, где их держат, мы получили бы возможность их спасти. Я думаю, что Неборожденные теперь охраняют их гораздо лучше. Кто знает, что находятся в верхней части города? Ты прав. Я пока не знаю, где они находятся, но машина Кларенки поможет нам их освободить. Наверное. Разве мы можем позволить себе такую задержку? Боюсь, у нас нет выбора. У нас нет разведки, поддержки, оборудования и рабочих. Но на этот раз они вырыли себе могилу. В прошлый раз ты просто пробил дыру в стене. Боже, нет. У меня была полная карта тюрьмы, маршруты движения охранников, разработан маршрут эвакуации, на котором было подготовлено безопасное убежище. Именно поэтому все сработало. Ох. Сейчас только благодаря твоей машине я могу надеяться на то, что нам получится уйти, просто пробив дыру в стене. Рискованно, но я не вижу другого пути. Воск, плюст. Вы должны будете собрать как можно больше информации, пока нас не будет в городе. Я думаю, мои старые кости все еще годятся для борьбы. Ты можешь рассчитывать на меня, парень. Спасибо за помощь, старичок. Хорошо. Как ты думаешь, нам ничто не помешает уйти из города? Ух ты, как он покрутился-то, покрутился. Ух ты! Положитесь на меня. Это он, типа, переоделся в свою обычную такую аристократичную одежду. Такой сразу прилизанный весь стал. Ну, блин, он, конечно, симпатичный молодой человек. Ну, такой. Нужно просто подняться на небесном лифте в жилом районе и пройти по южному мосту. Небесный лифт. Это же тот лифт в трущобах, да, который мы видели. Там еще ядовитая бездна, по-моему, была. Нам еще сказали, что, типа, ход воспрещен туда. Идите за мной и дело в шляпе. Значит, Салли нас проведет, да? Ну что ж, давайте-ка на всякий случай глянем список квестов. Он у нас обновился, да? Джокер называется новый квест. Пора искать эфирное топливо, чем бы оно ни оказалось. Джейк говорит, что его можно найти в Норденвальдском лесу. Туда можно попасть из южного моста в жилом районе. И наша задача пройти к небесному лифту в жилом районе, а потом по южному мосту к Норденвальдскому лесу. Ну что ж, ребята, в лес мы уже отправимся с вами в следующей серии. Пока хочу сказать вам большое спасибо, что вы были со мной. Спасибо, что переживаете то же, что и я. Но я, конечно, не могу сказать с уверенностью, какие там у вас эмоции. Может быть, немножко другие, чем у меня. Но мне эта игра все-таки нравится. Хотя на бой с этой долбанной шин мы убили практически половину серии, если не больше. Это было сложно, но все-таки мы еще продолжаем учиться, еще продолжаем улучшать наши навыки. Кстати, надо будет потом за кадром посмотреть, может, какие-то улучшения в Кларыке поставить. Может, мы когда в жилой район выйдем, еще и прикупим что-нибудь полезного. Денег-то у нас теперь вон вообще завались. Ну, ладно, посмотрим, что будет и как. Значит, теперь наша задача – это починить Прометей. Я, конечно, не знаю, может, нам опять сейчас кто-нибудь этому делу воспрепятствует. Но все-таки наша главная задача – это спасти полукровок. И мы будем двигаться к этой цели медленно, но верно. Спасибо большое, что смотрели эту серию. Всем всего доброго и пока, ребята. Увидимся с вами в следующей серии.